Всем доброго времени суток! С вами Татьяна из Норвегии и сегодня третья заключительная серия, посвященная косметике прошлых лет. Видео является запросом и я вообще планировала первоначально уложиться в одну серию, но те, кто смотрел мои первые две серии, видели, что косметики, конечно, получилось больше. Чем показать это все в одной серии, поэтому я решила разбить показ на две серии, ну и в конце второй серии вспомнила, что у меня, оказывается, есть вот такой вот еще один раритет косметический и это палетка от Essence. Она первая самая, которая появилась у меня в коллекции в моей, в моем использовании. Эта палетка универсальная, она и является палеткой для глаз, то есть можно сделать макияж глаз с ней, можно с ней сделать и, ну это вот, она будет работать как хайлайтер, тут чуть-чуть смешалось уже, потому что сложно нанести, вот, и может работать как румяшки, смотрите. Вот, поэтому, ну почему она у меня, вот появилась она у меня очень давно, те, кто смотрел мои первые серии, я всю сокрушалась, где же моя та палеточка, вот, и знаете, я ее все-таки нашла, ну не включаю никаких фильтров, потому что будем смотреть без фильтров сегодня, погода у нас пасмурная, дождь идет, вот, ну как получается, так получается, показываю. Почему вообще я, как бы, мне все равно какие сводчи, не сводчи, я, ну как бы не больна вот этим вот так скрупулезно все показывать, потому что я не рекламирую. Я считаю, что если, значит, это не реклама косметики, то, собственно говоря, все вот эти вот сводчи могут показываться, собственно говоря, а бы как, если можно подобрать такое выражение. Ну, матрасик вот этот вот так же можно смешивать и получается какой-то общий такой оттенок. Вот такая гамма. Это еще раз показываю, показываю я вам палетку от Essence, которая появилась у меня первой в моей коллекции. Купила я ее в Италии. У меня даже есть доказательства того, что я ее купила в Италии. В общем, еще раз, последний, так сказать, взор на эту палеточку. Значит, это было где-то 2007 или нет, 7 нет, 8, наверное, 2008 год. Но может быть даже и 7, я вот точно не помню, 7-8 год, где-то вот так вот. То есть конец нулевых годов, когда я познакомилась с косметикой Essence. И вот у меня есть доказательства. Это вот такие брошюрки, которые можно было бесплатно взять на стенде с этой косметикой. Ну, я вообще рассказывала уже вам, когда я увидела эту косметику. Видите, по-итальянски написано. Окки, лабра, окки это глаза, лабра это губы, висо, лицо, ну и так далее. Ну и так далее. В общем, здесь постранично идет знакомство с этой косметикой. Еще девушки одеты в стиле конца нулевых годов. Вот, и она у меня сохранилась очень хорошо. Ну, вот эти вот брошюрки, не потому, что это была там какая-то память у меня или еще что-то. Просто я помню, ну, в журналы положила и забыла, где лежат эти брошюрки. Вот, собственно говоря, я потом в Италию, когда ездила, я помню, ну, как-то особо не охотилась на эту косметику. Больше не знаю почему. Там у меня другие какие-то предпочтения появились. На какое-то время я про эту косметику забыла, про косметику Эссенс. И... Видите, тут гамма показывается, что у них выпускалось. Вот, и вспомнила я, ну, где-то в начале уже 2011-2012 года, думаю, когда я уже перестала в Италию ездить, и когда у меня прекратился доступ к этой косметике. В общем, я как-то соскучилась, что ли, по этой... У меня много было чего. Вот, а это то, что осталось. Вот, из вот этой вот палетки, которую я вам показала. Это то, что осталось. Есть кое-что в России еще. Ну, то, что в России там уже, как бы, оно не очень. Здесь уже по-английски идет. Вот, помню, что у меня в России вот этот вот наборчик есть. Что-то еще было. Очень много я для ногтей покупала средств в то время. И вот все их израсходовала. Так, вот тут, кстати, и по-итальянски, по-моему, есть. Финалмэнте, финалмэнте. Отто калори ультраэспрессивы пер оке сидучэнти. Квэсти, омбрэти, сона, а лунгва, дюрата. Это я по-итальянски. Видите, помню. Вот как читается. Видите, какая классная косметика была. Ну, в общем, я благополучно забыла про вот эти брошюрки. И нашла их через много лет. Видите, уходовая косметика тут у них раньше продавалась. Нашла через много лет вот эти вот брошюрки. И как бы сейчас интересно смотреть, что выпускалось. Кстати, вот эту вот я серию, помню, покупала для ног. Все это довольно-таки бюджетно стоило вот цены. Три евро. Ну, и так далее. В общем, вот Скорпи, Скопри, неправильно прочитала. Прочитала Скорпи гли уйтими тренди дель каре. Короче, создай последний тренд красоты. Что-то такое. Дель каре. Каре – это кара, это дорогая. Ну, я не помню, что такое кара означает, но неважно. В общем, я вам показала. Теперь все, спокойно завершила вот эту вот историю с косметикой Эссенс. То, что я вам хотела показать. Но это не все, что у меня есть от Эссенс. То, что было куплено в прошедшие годы. Вот, и то, что я вам не успела показать. Ну, решила, что вот эта косметика – это тоже уже косметика прошлых лет. Вернее, палетка. Годность ее была до 2021 года. Вот тут, видите, идет. Ну, мы, это любители косметики, мы не смотрим с вами на годы, когда произведена косметика. Все это, я считаю, ерунда, особенно если она сухая. Главное – это наши затесты. Это наш с вами орган обоняния, который нужно использовать при анализе той косметики, которая у нас есть. Испортилась она или нет. Я вот думаю, может быть, все-таки вспышку нам с вами включить. Подключу. Давайте подключу. Потому что как-то, ну, сейчас будут сплошные уже сводчи, то, что я вам буду показывать. И как бы, ну, хочется, чтобы это как бы максимально красиво выглядело. Так. Мне эта палетка очень нравится. Я помню, когда я ее покупала. Покупала я ее в России. Где-то, наверное, в 2018 году я ее покупала. И там были другие еще разновидности этой палетки. Этих палеток, вернее, вот этой серии. Птички. Что-то там такое. Русалочки какие-то. Но она была в синем исполнении. Вот. Ну, я как бы синий не очень. Смотрите, какая красивая передача тут. Очень интересная. Давайте я вот эти сводчи тоже покажу. Блестяшки. Вот. Ну, а сейчас жалею, конечно. Надо было взять то, что было. Покупала в подружке. Вот. И... Было, конечно... Ну, даже я не знаю, почему не купила. Даже не могу объяснить. Как-то синие оттенки. Было странно как-то покупать синюю косметику и краситься ее. Что-то вот такое вот. Вспоминаю свои ощущения. Но вот эта палеточка мне очень нравится. Ее смело могу назвать косметикой прошлых лет. И вот помню, в это же время, когда я покупала вот эту косметику, вернее, вот эту палетку, но одновременно с ней я купила вот этот вот сет. Ну, не сет, а наборчик, помад My Only One. Так. Это тоже, по-моему, лимитка была у Essence. И тоже, смотрите, до 21-го года срок хранения. Тут ничего не приключилось с этими оттенками. Я ее решила сейчас вот в этом году. Даже вне Project Pen. Она у меня будет все время на туалетном столике. Иначе она начнет портиться. Сейчас вообще ничего не происходит с этими оттенками. Вам несколько покажу. Здесь все они нормально работают. Запах не поменяли. Вот поэтому такая очень универсальная палетка. Но оттенки здесь стойкости не имеют. То есть очень нестойкие. Вот поэтому. Ну, как бы купила, знаете, почему не пользовалась. Вот все-таки с 2018-го года она у меня. Даже не могу объяснить. Потому что неудобно, во-первых, брать ее с собой куда-то. Согласитесь, носить в косметичке вот такой вот, набор, это не очень удобно. Поэтому как бы то забуду, не накрашусь, то она у меня не попадала в косметичку месяца. Ну и вот как-то так она у меня не использовалась. Также в своих последних видео о косметике прошлых лет, конечно же, я забыла показать вам вот такой вот набор от L'Oreal, который покупала я где-то в 2010-м, наверное, году в Duty Free в аэропорту. Ну, его использовала я очень даже неплохо. Прилично так поизрасходован он у меня, этот наборчик. Я его брала даже в Project Pen. Ну, здесь, конечно, с крышечкой уже произошли некоторые трансформации. Да, оно и понятно. Все-таки, ну, много лет прошло с тех пор, как я купила эту палеточку. Она мне очень-очень нравилась, потому что здесь такая была, ну, и есть универсальная гамма. Я бы сказала, даже, наверное, нейтральная, подходящая для создания самых разнообразных макияжей. Вот, и некоторые оттенки просто бесконечные, как, собственно говоря, вообще у косметики L'Oreal. Я имею в виду тени, а не просто у них, как вот у Евроше. Сложно израсходовать, плотные очень, и по сравнению, конечно, с косметикой Евроше, они довольно-таки такие стойкие. Так, ну, а что здесь было? Это румяна и пудра. Ну, я обычно смешивала, когда использовала таким образом, потому что румяна здесь довольно-таки такие в оранжевый какой-то, в подтон уходят, поэтому, как бы, они не очень. Ну, вот так вот выглядит гамма. А так палетка, конечно, была моей любимицей. Она у меня не отложена в сторону. Я ей продолжаю пользоваться. Вот, брала, как вам уже сказала, ее в Project Pen. Она у меня была в Project Pen. И, ну, иногда я беру в косметичке. Так, хочется как-то установить все это. Следующая тоже достойна нашего внимания. Вот такая вот палетка от Vivienne Sabo. Ну, тоже думаю, ну, как вот я не взяла, забыла вот эту палетку. Ей тоже 100 лет в обед. Этой палеточки. Ну, тоже тут можно посмотреть срок годности. Не знаю, где-то я видела. Вот, годен до 2017 года. Я ее, по-моему, в 2014 году покупала. Это была лимитка у Vivienne Sabo. И я ее, помню, знаете, покупала в корзине с большой-большой скидкой. Поэтому вот так бы, если бы продавалась она без скидки, я бы ее ни за что не взяла. Это не мои совершенно оттенки. Хотя они очень даже ничего. Вот, видите, четыре вот таких, ну, каких-то таких пастельных, пастельных оттенка. Вот они, они. Ну, мне здесь нравятся сиреневые, розовые, персиковые. Вот зеленый как-то не очень уютно смотрится на моих глазах. В общем, палетка эта нелюбимая моя, потому что вот из-за вот этой вот гаммы. Хотя на внешний вид вот так вот смотрятся оттенки очень хорошо. Может быть, даже возьму ее в Project Pen. Ну, согласитесь, такая неплохая палеточка. Я имею в виду вот в плане оформления, в плане вот взять в руки, так почискать, сделать сводчики. Очень даже неплохо получается. Так. Что еще? Тоже вот забыла показать. Думаю, что ж я показывала вам косметику Maybelline. Вот. И сейчас у меня в Project Pen вот такая вот шайбочка. Это румяна. Dream Mousse Blush. Муссовые румяшки. Оттенок 04 Mouth. Очень давно они у меня тоже где-то. Я их в 12-м или в 13-м году покупала. Вот что-то такое. И с ними, знаете, ничего не произошло. Сейчас они у меня, как я уже сказала, в активном использовании в Project Pen. Они такие муссовые. Вот. Если интересно, давайте продемонстрирую. Уже знаете, многие блогеры про них забыли. Я когда показываю в косметичках своих, многие мне пишут, что... Ой, у вас такие румяна еще есть. У меня когда-то были. Уже так давно закончились. Это вот я как раз Project Pen свой показывала. И там мне писали. Ой, а они у вас еще есть. Да, вот, да, вот есть. Вот представьте. Ну, это произошло, знаете, еще почему? Потому что я переехала в Норвегию в 2017-м году. Я, ну, не могла перевести все абсолютно вот так вот взять и перевести вместе, вместе с собой, перетащить сразу все. Поэтому что-то у меня оставалось в России, что-то взяла. Так, и хочу вам еще карандаши показать, некоторые такие, тоже уже видавшие виды. Но прежде всего, знаете, я решила все-таки еще вам показать парфюмы, которые у меня есть. Это будут парфюмы от Vivienne Sabo. Быстренько покажу их вам. Хотя я и говорила в первой серии, что нет, не буду показывать. Но тут что-то решила все-таки показать. Они такие классные. Вот я не знаю, почему я их люблю. Сейчас я бантик поправлю. Многие из них уже, ну, тут их всего четыре, многие. Некоторые из них уже вот-вот закончатся. Вот, некоторые тут повреждены у меня. В общем, первый парфюм от Vivienne Sabo. Где-то ему около десяти лет. Это парфюм Балери. Неправильно вам говорю. Боха Шик. Подождите-ка. Это я вам что-то не то показываю. Не ту коробочку взяла. Вот она коробочка. Боха Шик. Очень классный аромат. Такой нежный, тонкий здесь. Какой-то даже морской. Вот. Сколько лет прошло, аромат не исказился, не поменялся. И это самое, что ни на есть, косметика прошлых лет. Хочется и туда, и сюда как-то так поставить их. Так, теперь вот этот вот Балерина. Вот она Балерина. Тоже очень нежный, тонкий аромат. Тоже тут осталась половиночка. Можно, если не израсходуется вот в этом году, то возьму в Project Pen следующего года. Почему? Потому что, во-первых, бантики вот эти вот портятся. И, ну, что происходит с пульверизатором, что-то происходит, и они перестают подаваться. Что у меня произошло с... Распрыскиваться, так сказать. Что у меня произошло с ароматом, ну, тоже из вот этой вот линейки. Наверное, лимитки какие-то были. Вот. И это аромат Амуретте. Он очень похож на что-то такое шанелевское. Очень красивый аромат. Но он у меня перестал... Ну, помпа вот эта вот распределительная, она перестала работать. Пульверизатор. Вот, к сожалению. Ну, у меня муж, знаете, что сказал? Говорит, возьми вот вскрой. Как вот открывают там, например, консервные банки, бутылки. Вот ты так возьми тоже и вскрой. Ну, и пользуйся. Другого способа мы с ним не нашли. Он пытался там почистить всё, но не чистится. И, собственно говоря, то же самое у меня произошло с вот этим вот ароматиком. Но он уже у меня практически закончился. Это последний аромат от Виен Сабо. Разновидность Шири. Он очень-очень напоминает... Хотя это дешёвая очень серия. А так он очень-очень напоминает Шири от Диор. Прям вот можно сказать один в один, только дешёвка. Дешёвка, конечно, я им не пользовалась, ну, где-то куда... Когда выходила в люди, так сказать, на работу или ещё куда-то. А так вот дома мне он очень нравился. Очень такой уютный. На осень, на зиму хорошо садился. На меня нравился. Но ещё вот хочу сказать, вот эти вот бантики, они, конечно, все портятся со временем. А вот пульверизатор перестаёт работать. И вот, смотрите, качество, конечно, оставляет желать лучшего у этих ароматов. Ну, а что мы хотим, они там, по-моему, стоили по 500 рублей. Или даже по 300 я их покупала. Ну, некоторые из них. Поэтому, ну, как бы, те, кто эти парфюмы в своё время покупал, знают, что качество у них так себе. На троечку. Я имею в виду упаковку. Так, ну и последнее, что мы посмотрим сегодня. Очень-очень старые карандаши. Я, так сказать, надыбала у себя. Думаю, а чё ж я им не показала, вам, моим зрительницам, прежде всего, карандаши тех лет. Вот этот карандаш у меня с 2002 года. Это карандаш от Элен Бэтрикс. Я его покупала, когда впервые попала в Европу. И, ну, тоже были какие-то скидки. Это было в Германии. И, в общем, я купила этот карандаш. Он был по скидке. Ну, тогда, в 2002, конечно, у нас в России скидочных корзин не было. А вот, и помню, знаете, в 2002 году был в Москве такой магазин, куда он делся Арбат Престиж. Что-то типа Литуаль. Вот это ещё до Литуаля было. И вот там, ну, были скидки, какие-то акции. Но корзин таких не было. Впервые вот скидочные корзины я увидела в Германии. И там вот был вот этот вот Элен Бэтрикс. Поэтому я его и взяла со скидкой. Там же был вот такой вот карандаш от Нивея. Как-то он у меня... Ну, от Элен Бэтрикс это для губ карандаш. А этот карандашик Нивея Бьюти. Что-то такое. Вот. И он такого... Какого-то зелёного оттенка. Это, ну, опять же, вот тоже сколько лет прошло, а ему хоть бы хны. Иногда крашусь. Так. Ну, это самые такие старички у меня. Вот эти два карандашика. Остальные тут сейчас будут, ну, не такие уже возрастные. Так, давайте ещё опущу. Так вот как-то. Сижу тут, не очень стул как бы такое скрипы выдаёт. Не знаю, слышите или нет. Так, вот ещё карандашик. Ну, он, конечно, не такой старичковый. Это карандаш от L'Oreal. Зелёный. Тоже где-то с 2015 года. Такой вот красивый оттенок. Не знаю, почему не идёт он у меня. Затем у меня есть тоже в Италии я покупала. Вам уже рассказывала про косметику Кико. Даже что-то показывала, что у меня сохранилось. У меня, оказывается, ещё и карандаши есть от Кико. Так, ну, тут, конечно, не увидишь, что это Кико. Конечно, всё тут постёрлось. Хотя, вот, смотрите, что-то можно... Не знаю, ну, не видно. Ну, не видно, но выбитое что-то есть. Так, вот такой вот красивый карандаш. Я тоже ими пользуюсь, но карандаши у меня не очень как-то уходят быстро. Так, ещё один. Ну, здесь вот больше видно, что это Кико. Кико Мейкап Милану. Почему вот стали называть Кико Милану? Это, может быть, тоже как-то со временем, ну, они поменялись название. А так назывался этот магазин Кико. Видите даже? Что тут вот? Кико. Бергамо. Италия. Так, и ещё один оттеночек тоже от Кико 106. Ну, вот эти карандашики я в конце нулевых покупала. Тоже где-то 2008-2009. Вот так вот пользуюсь ими. Иногда беру. Ну, и последнее, что это карандаш от Avon. Тоже почему-то он у меня задержался. Он бирюзового цвета. Ой. Что-то он у меня раскрошился. Надо было подточить. Ну, может быть, уже... Ну, на самом деле, хорошего качества. Просто он у меня что-то с лета. Летом я им пользовалась. Вот. Вообще нужно подточить. А так он очень красиво красит. Это был какой-то... Ну, тоже лимитированный выпуск у Avon. С вот этими карандашами. Ну, и самое последнее из старичков. Это помада от Catrice Ultimate Color. Она тоже где-то была приобретена мною то ли в 2014 году, то ли раньше. Много раз хотела ее выбросить, но она у меня сейчас в Project Pen. Поэтому ее выбрасывать я не буду. Очень хороший цвет. Мне он очень подходит. Коричневый такой. Но он у меня подходит. Но я почему-то не люблю краситься такими вот коричневыми оттенками. Тоже, по-моему, в скидочной корзине купила. А то, что покупаешь в скидочной корзине, потом, к сожалению, плохо уходит. Ну, я имею в виду расходуется. Ну, вот все то, что я вам показала, это из косметики прошлых лет. Это не потому, что я не использовала. То, что я использовала, у меня ушло, ну, в те годы еще довольно-таки много чего. Просто не было Ютьюба, не было моего канала, чтобы показывать вам пустые баночки. А так, поверьте, у меня всегда расход был шикарный просто. Ну, а мы с вами будем прощаться. Надеюсь, вам было приятно посмотреть все три серии о косметике прошлых лет. Увидимся мы с вами очень-очень скоро. И всем пока!